Мир глобальный сейчас. Все то, что происходит в любой стране, связано с тем, что происходит в другой стране. Например, вы сказали, что война в Сирии. Естественно, это связано и с войной в Сирии, и с войной в Ираке, и в Палестино-Израильском конфликте. И те события, которые в Ливии сейчас, где государства фактически отсутствуют, его нет. И в Мали, и в Нигерии. И все эти, как говорится, отчаги напряжения вооруженного конфликта и политических кризисов, они становятся причиной для такой патологии, для такого феномена, как терроризм. Потому что недовольство каких-либо политических или корпоративных субъектов, чьи интересы, как говорится, ущемлены или пострадали, они мстят. Либо какие-то боли, если поднимется на ситуации. Мы знаем, что мир глобальный, и есть два или три полоса, которые воюют в конкурентной борьбе между собой. Они хотят проявить, как говорится, охватить какое-то пространство для своих манипуляций, для своих интересов. Ну, имею в виду США, Российскую Федерацию, может быть, какую-то другую страну, я не буду сейчас называть, это будет как-то некорректно с моей стороны. Но они, безусловно, косвенно или прямо причастны. Либо своей, как говорится, политике агрессивной, потому что реакция вот такая. Либо они, как говорится, шантажируют друг друга. Вот вы мне там, а я вам тут, понимаете, да, для того, чтобы после этих кризисов, после этих терактов будет идти какой-то торг или будут какие-то взаимоуступки или зачеты.